Появление золотой липки с раздобойным фуастом. Золотая липка популярные декоративные биды аквариумных рыб. Их фенотипические черты сильно различаются. Эти биды созданы с эркционами и любителями. В этом видео я хочу объяснить, как древним заводчикам и любителям удалось вывести щитами золотой липки с раздобойным фуастом. Золотая липка с раздобойным фуастом имеет раздобойный с боковый фуастой правник. Скелет осевого правника состоит из ручей правника из осевого скелета. Это означает, что золотая липка имеет раздобойный фуастой скелета. Ни у одного другого вида познаноченной нет такой раздобойной осевой системы скелета. Это предполагает, что во время одомашнего золотой липки могла произойти редкая генетическая мутация. В 2014 году мы сообщили, что раздобойный фуастой скелета возникает в результате мутации гена Хордина. Хордин один из наиболее значимых генов формирования дросарно-бентрального паттерна эмбриона. Мы показали, что формирование раздобойного каударного осевого скелета требует мутации стоп-кодона в одном из двух недавно добрирований генов Хордина. Из других исследований также показывает, что мутация генов Хордина безбает ретарный фенотип у большинства паттернафорганизов. В отличие от этих животных мутантов Хордина, золотая липка может спокойно видеть по-бежимому, благодаря добрированию генам Хордина. Одна Хордина мутировала, но другая все еще остается в порядке. Этот параллог гена Хордина может компенсировать снижение функций мутировавшего гена Хордина. Эти добрированные гене Хордина возможно спасутся в области возникновению фенотипа раздобойного хвоста. А фенотип раздобойного хвоста был вибром селекционерами и любителами золотых липок в династии Мин в Китае. А сейчас вот такими золотыми липками мы можем любоваться в аквариуме. Спасибо за просмотр этого видео. Если вам нравится это видео, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал на YouTube. Увидимся в следующий раз.